От предложения мгновенных денежных призов рябит в глазах. Такой коллекции игровых автоматов может позавидовать Лас-Вегас. 10 тысяч аппаратов. На фоне разнообразия банальная рулетка кажется анахронизмом. Игрок подходит к данному оборудованию, вносит в купюроприемник денежные средства, там 10, 150 рублей. В дальнейшем выбирает одну из игровых программ, которые абсолютно идентичны игровым программам, которые мы можем наблюдать на стандартном игровом автомате, и начинает розыгрыш. После того, как несколько миллионов долларов закатали в снег, силовики наглянули в офисы компании «Техномир» с обысками. Как ни странно, раньше «Техномир» назывался «Руслото», а до этого «Вулканом». Регулярная смена вывесок проходила параллельно, с проверками и признанием деятельности игорных заведений незаконной. Но от последних прокурорских материалов уйти бизнесменам не удалось. Возбуждено, я думаю, одно из немногих, а может быть даже первое уголовное дело, по факту организации и проведения азартных игр в составе организованной преступной группы. В чем такое отличие? На территории Санкт-Петербурга в течение личного длительного времени. В офисе «Техномира» никто оперативников и не ждал. В присутствии понятых изымают папки с адресами, паролями и явками. С точностью до сантиметра рассчитана расстановка якобы благотворительных игровых аппаратов. Колпино, Пушкин, Петербург. Десятки законспирированных залов. То, что это организованная группа, преступная организованная группа, от сомнений не возникает. Кроме длительности деятельности этой компании, сотни миллионов добытых преступным путем доходов, мы знаем круг лиц, которые не только являются директорами этих компаний «Рога и копыта» и бухгалтерами, но и знаем лиц, которые стоят и являются истинными организаторами, которых нет в учредительных документах, но они являются истинными распорядителями этих финансовых преступных доходов, и они обязательно понесут ответственность. Пока прокуратура не называет главных фигурантов, а именно тех, за кем стояли преступные деяния, до этого организаторам игорного незаконного дела удавалось избегать уголовного преследования. И если удастся довести эти дела до логического конца, то в скором времени общественность узнает, кому был выгоден такой неприступный и долгое время преступный бизнес. Сергей Семенов, Михаил Угаров, Кирилл Легоньков, Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург.